Я даже не могла раньше представить, что заморозка кукурузы на зиму это целое искусство. Сегодня я купила 30 початков кукурузы и буду не только замораживать их в морозилке в 4-х вариантах, но и покажу, как их доготавливать и какой итог получается после разморозки. Но для начала предлагаю подписаться на канал и поставить лайк этому видео, так вы поддержите канал, за что вам отдельное спасибо. Первый способ я уже использую достаточно давно. Я довожу кукурузу до готовности, отвариваю или запекаю в духовке прямо в шелухе. Кстати, ссылка на этот рецепт сейчас на экране, переходите и смотрите. Запеченная кукуруза не только мегавкусная, но и очень полезная. Продолжим. Готовую кукурузу остужаем и срезаем зернышки с початком. Удобнее всего это делать вот так. Нож помещается между кукурузными рядками и смещающимися движениями отшелушиваются целые кукурузные столбики. Затем нужно разделить столбики, то есть открепить зернышки друг от друга. И еще один очень интересный момент для практичных и экономных хозяек. Средняя цена банки кукурузы весом 170 грамм 1 доллар. В сезон один початок кукурузы стоит 15 центов. Початок кукурузы в очищенном виде, то есть чистый вес зерен, равен 150-180 граммам. Как-то так. Делайте выводы. Расстилаем кукурузу на поддоне, застеленном пергаментной бумагой и убираем в морозилку на 5-7 часов. Можно и дольше. Затем нужно пересыпать кукурузные зернышки в пакет, а еще лучше в пластиковый контейнер и убрать на хранение в морозилку. Этот вариант отлично подходит для зимних салатов, добавления кукурузы в овощные смеси и рагу. В общем, везде, где вы используете свежую кукурузу. После разморозки она сохраняет вкус, аромат, она такая же твердая и аппетитная. Главное при заморозке расстилать ее тонким слоем, чтобы каждое зернышко могло как можно быстрее заморозиться. Далее я покажу, как можно заморозить кукурузу в початках, чтобы зимой лакомиться этой вкуснятиной. В сети я нашла, казалось бы, интересный способ заморозки и решила его проверить. Для этого нужно довести кукурузу в початках до полуготовности. Опять-таки, проварить 10 минут или запечь в духовке в течение 25 минут. Затем остудить и заморозить. Несколько кочанов я заморожу, предварительно очистив кожуру. Остальные заморожу в шелухе. Каждый кочан я отдельно обматываю пищевой пленкой. Початки большие, поэтому перед тем, как посмотреть на результаты разморозки, я заморозила их в течение суток. А еще один кочан я решила заморозить сырым, в шелухе, для эксперимента. Просто положила его в морозилку, даже не обмотав предварительно пленкой. Теперь доготавливаем и смотрим на результат. Вот они, замороженные початки. Сразу кладу сырой замороженный початок на противень. Те початки, что были заморожены в пленке, слегка обдаю водой, чтобы быстро снять пленку. И также кладу на противень. Один прямо в шелухе, второй заворачиваю в фольгу. Отправляю все в духовку, разогретую до 180 градусов и допекаю. Предварительно запеченную кукурузу, недоготовленную, достаточно доготовить 40 минут. Сырую нужно готовить при той же температуре 1 час. Смотрим результат. Первыми смотрим кочаны, которые я перед заморозкой слегка запекла. Тот, что доготавливался в шелухе, получился бесцветным. Кукуруза водянистая и практически безвкусная. Этот подход я категорически не рекомендую. Испорченный продукт. Второй кочан, который запекался в фольге. Цвет красивый, желтый, вкус неплохой, но все же тусклее, чем он может быть. Ну а теперь смотрим на последний результат. Качан, который был заморожен сырым в шелухе и в таком же виде запечен. Вот он красавчик, он желтый, безумно сочный, вкусный и ароматный. Вывод делайте сами. Меньше мороки, лучший результат. Поэтому если в вашей морозилке найдется место для заморозки кукурузы, можете смело воспользоваться первым и последним способом. И лакомиться кукурузкой не только в сезон, но и круглый год. На этом у меня все. Жду ваших отзывов и комментариев к рецепту. Если есть вопросы, задавайте. С любовью, ваш Кукиш.